Настроить оборудование оператору удается не сразу. От высокой влажности объектив видеокамеры постоянно запотевает. В таких жутких условиях в микрорайоне Нурсад вынуждены жить сироты, выпускники детских домов, инвалиды и многодетные семьи. У вас потеет камера. Я живу здесь уже 6 лет и в этой сырости я с детьми живу. Вот посмотрите, вот здесь у меня сырость БК, я здесь сплю с детьми, с грудным ребенком. Разве о такой крыше над головой мечтала Роза Мустафаева, получая долгожданные ключи с красивой ленточки по программе «Аренное жилье». Семья живет на девятом этаже, под самой крышей. Первый удар непогоды ее обитатели принимают первыми. Многочисленные жалобы и заявления в городском Акимате принимать отказываются. Мне врачи говорят, чтобы я выселилась отсюда. Вот угловые, смотрите, я сделала ремонт. Это уже второй год я сделала ремонт. У меня опять началась плесень. Каждый месяц, в месяц, три-четыре раз я белю. Многоэтажный дом социально нуждающимся выделили в 2012 году. Гарантийный срок давно истек. Многоэтажки перешли на баланс Акимата. Именно его управление по закону должны решать проблемы домов. Но это только по закону. В реальности картина другая, говорят жители. Я здесь и мою, и белю. Я уже перед роддомом, чтобы хотеть рожать ребенка, я побелила, помыла все. И через три дня пришла, у меня одна и та же ситуация. На сырости, из-за которой бесконечно болеют дети, жалуются и жители другого подъезда. Здесь и крыша протекает, и батареи едва теплые. Что нам делать с этим? Мы же платим за квартиру нормальную, а тут почему так? Не мы ломали и строили, а Акимат молчит. Представители Акимата долго не могут решить, кто ответит за плесень и сырость в доме 135. Наконец, курирующий инспектор выдает. Жильцы пожаловались только в прошлом году, а значит времени на устранение недочетов у чиновников не было. Жители обратились к нам только в 2019 году. Сейчас мы готовим проект на создание проектно-смертной документации. Только потом нужно думать про ремонт. Вот теперь послушайте, вот это крыша, вот дом. Вот крыша закрыта, видите? Вот крышу закрыли. На этой крыше, сама лично домкомша, там играли свадьбу. Никого не оштрафовали, ничего. Все вот на таких шпильках ходили, мягкую кровлю повредили. Так сразу деньги нашлись, а спонсоры Куаджилу, наверное, это было потому, что сзади они стояли там в грузовиках, чтобы не видели. Закрыли, нашли деньги, а мы свои крыши, две крыши бережем, а на нас денег нету. О суровых шимкенских женщинах, которые якобы пробили кровлю с соседней многоэтажки каблуками, страна узнала в мае 2018 года. Тогда специалисты сделали сенсационное заявление, после которого все подхватили шутку о женщинах с остальным характером и такими же каблуками. При эксплуатации, в общем, были обнаружены следы от женских туфель. Ну, эти моменты были отремонтированы. В 2013 году один раз отремонтированы, в 2014 второй раз. Два года назад в городском отделе строительства пообещали, что один на один со своей бедой жители этого дома не останутся. Вопрос текущего ремонта кровли, по словам чиновника, рассмотрят. Однако крыша течет и сегодня. В феврале 2020 года стены все так же покрываются плесенью. Неизменным остается и нежелание сотрудников Акимата решить проблему кардинально. Осталось только станцевать чечетку, польку или лесгинку, или вообще устроить то, чтобы местные власти все-таки зашевелились и решили проблему новой многоэтажки. Жильцы уже приготовили обращение Акиму Шимкента, но адресовано оно было Ерлану Айтаханову. Теперь нужно менять фамилию. Если новый Аким Мурат Айтенов проблему не решит, будут обращаться к президенту страны. Шудин Саидов, Жабраил Касимов, Амантай Уэльбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.